всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я вам хочу рассказать делиться своими ощущениями вот знаете сделали операцию или человек просто ходит на своих двоих ногах приходят зрелые годы и у него начинают побаливать где-то мы же знаем все как боль появляется она незначительно появляется где-то там мышцах вы не замечаете потом это все накапливается переходит в какой-то более мощный болевой эффект и в конечном итоге вы начинаете чувствовать уже боль в колене то есть сначала блуждающие мышцы где-то блуждает боль где-то в мышцах вы не обращаете внимание где-то потерли мазю где-то еще что-то потом начинает болеть колено по из-за своей нестабильности потому что мышечные структуры начали меняться тогда с возрастом они сокращаются коллагена меньше становится мышцы становятся жестче короче и ну как себя заставить сесть на колени да как себя заставить делать какие-то упражнения на коленях если они вызывают болезненные ощущения как же с этим справиться вот обратите внимание что положение колено сейчас до находится вот в отрицательном угле а сейчас она 90 градусов вот вы мне скажите в каком в при каких бытовых условиях колено работает вот в таком режиме когда где во сколько когда вы делали эти упражнения в последний раз ведь смотрите что получается в детские годы вы лишены каких-то знаний лишены каких-то комплексов у вас есть свобода выбора и вы не думая становитесь на колени садитесь еще у вас там ну и немножко пропорции изменены они потом начнут меняться с возрастом но в детском возрасте для вас это все легко не принуждено потом вы получаете какие-то знания штампы стереотипы шаблоны которые вам создают страхи неуверенность и вы не можете делать уже элементарные простые вещи запомнили этот угол да вот этот угол отрицательный угол в колени и здесь у вас 90 градусов смотрите как мышца работы смотрите как квадрицепс заставляет включать локально себя чтобы вы поднялись да тут ягодица и квадрицепс и 50 процентов ноги отсутствует то есть и кроножки не работают локальное воздействие квадрицепс растягивается коленный сустав растягивается и потом выпрямляется где бы он так еще работал при таком при таком коленном суставе да нигде он так не работает только на тренировке но но тренировка у вас час а потом вы начинаете ходить как вы ходите в течение всей всего вашего дня как вы ходите выходите частично сгибая колено вот ваш шаг а где это движение его нету его нету этого движения колено не сгибается но если вы может за трамваем пробежите когда выбер последний раз бежали за трава ну вы что же там ноги не подбрасывает таким образом то есть вся ваша частичная нагрузка создает избыточное напряжение в голеностопе в коленном суставе в тазобедренном суставе вся вот это ну так природа нас создала до что вот вы ходите немножко колено сгибается это тоже самое что если бы я например с рукой бы ну делал вот такое движение или вот сумку носил бы на руке и у меня локоть был все время вот в таком полусогнутом состоянии попробуйте поносить какой-то утяжелитель рисунку вот в таком состоянии в полусогнутом вы потом не сможете согнуть руку и выпрямить не сможете то есть мозг запомнил это состояние и вам придется сделать усилия размять руку для того чтобы она согнулась до конца и выпрямилась то же самое у нас во время ходьбы происходит мало того у нас колено не выпрямляется полностью то есть вот такого колена у нас нет у нас колено все время полусогнутом амортизация амортизация неровность поверхности ступеньки у нас все время колено полусогнута полусогнута и так всю жизнь из года в год всю жизнь у нас накапливается напряжение боль это напряжение боль напряжение его надо снимать напряжение нужно снимать через растяжение попробуйте в течение дня садиться в кочевника каждые полчаса вот у вас выходной день и вы с утра размялись сели в кочевника а потом каждые полчаса садитесь прямо таймер поставили полчаса прошло сели там борщ приготовили картошку почистили сели в кочевника пообедали поужинать сели в кочевника хотя бы 45 раз в день так сделайте и вы сразу поймете что ваши колени стали работать более стабильно боль начала уходить свой с этих коленей ну а раз боль уходит с колени значит уже и тазобедренному суставу легче поступательно напоминаю что у вас голеностоп колено берет 70 процентов нагрузки от всего тела которое распределяется при при вашей ходьбе 70 процентов нагрузки фокусируется в голеностопе представляете какая нагрузка идет на колено а если голеностоп слабый а если колено при этом больной а есть еще какой-то перекос то естественно все это в тазобедренном суставе ломается потому что вся компенсация идет тазобедренный сустав то есть наведите порядок здесь внизу укрепите ваши ноги внизу и вы облегчите состояние своего тазобедренного сустава ваша спина перестанет болеть если ваши ноги начнут универсально работать на будут гибкими подвижными пластичными вот и все кто хочет со мной тренироваться оставлю ссылку внизу по ссылочке обращайтесь пишите мне в личные сообщения и буду рад встречи всем пока с вами был тренер хапаев а